Тушить или не тушить? На что необходимо обращать внимание, заходя в торговый центр? Об этом и не только. Прямо сейчас в студии программы «Де-факто» поговорим с начальником надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Михаилом Лысовым. Михаил Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Гостиница «Ленинград» в 1991 году. Клуб «Хромая лошадь» в 2009. Кафе «Полигон» в 2022. Все эти огненные катастрофы происходили в разное время в России и всегда из-за несоблюдения техники безопасности. Расскажите, были ли в нашей стране такие происшествия в последнее время? На сегодняшний день торговые центры, кинотеатры, спортивные сооружения в любом городе являются местом массового скопления людей. Именно по этой причине основной акцент в проведении надзорно-профилактических мероприятиях работниками МЧС уделяется этим объектам. Скажу так, крупных чрезвычайных происшествий за последнее время, тем более с гибелью людей на данных объектах, у нас не зафиксировано. Да, происходит незначительное загорание, связанное в первую очередь с неисправностью электрооборудования, либо несоблюдением работниками организации, либо посетителями требований пожарной безопасности. Происходит своевременное обнаружение загораний, чем предотвращается нанесение крупного материального ущерба, а также вреда и жизни, и здоровью граждан. Пожар в квартире, либо в частном доме, как правило, приносит материальный ущерб. В худшем случае это трагедия, где погибает от одного до четырех человек. Другое дело место массового посещения. Скажите, на что стоит обращать внимание, заходя, предположим, в крупный торговый центр? Любой посетитель, будь то торгового центра, кинотеатра, крупного спортивного сооружения, должен знать и понимать, как правильно и быстро покинуть помещение, здание в случае возникновения чрезвычайной ситуации. МЧС рекомендует, входя в помещение с массовым пребыванием людей, в первую очередь запоминать маршрут своего передвижения. В случае возникновения нештатной ситуации вы можете оперативно покинуть здание. При следовании необходимо запоминать обстановку, которая вас окружает. Будь то это рекламные растяжки, также следует обращать внимание на расположение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Как правило, они обозначаются специальными табличками зеленого цвета с надписью «выход» либо стрелками, которые указывают направление движения в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Не стоит также лениться изучить план эвакуации. Не дай бог что-то произойдет, потом на это время может не хватить. А при возникновении чрезвычайной ситуации каждая секунда дорога. А вот на какие сигналы стоит обращать внимание, чтобы понять, что ситуация обычная и стала превращаться в чрезвычайную? Если вы услышали крики людей о пожаре, увидели дым, либо сработала система пожарной автоматики в здании, где вы находитесь, здесь вот это и есть сигнал к действию. Здесь необходимо и важно понимать, что не нужно перепроверять эту информацию. Необходимо незамедлительно, без паники, покинуть здание по путям эвакуации, ориентируясь на аукционные знаки и выходы, сообщить о случившемся по телефону 101-112. Тушить или не тушить? Спасать или не спасать? Как определиться с тем, в какой ситуации и какие меры стоит предпринимать? Мы рекомендуем в этом случае сообщить по телефону 101-112, так как зачастую несвоевременное, либо промедление в сообщении о пожаре приводило к его распространению в больших объемах, чем он был обнаружен изначально. А вот что ни в коем случае нельзя делать при пожаре? Ни в коем случае не следует подниматься на верхние этажи, пользоваться лифтами и эскалаторами, так как в случае отключения электроэнергии вы можете оказаться в ловушке. Двигаться к выходу необходимо быстро, но без суеты, так как может возникнуть давка. При движении по путям эвакуации необходимо защитить органы дыхания. Для этого следует использовать рукав от одежды, либо смочить шарф, носовой платок водой. При движении по путям эвакуации обращайте внимание на световое табло, которое укажет вам путь наружу. Ни в коем случае не стоит возвращаться за оставленными вещами в камерах хранения. Жизнь дороже. А как вот стоит себя вести в толпе при вот такой чрезвычайной ситуации? Первое и самое главное правило – не паниковать. Не толкайтесь. Необходимо согнуть руки в локтях, прижать к телу. Это поможет защитить грудную клетку от сдавливания. И двигаться в ритм толпы. Постараться не упасть на пол, так как в случае падения тяжело будет подняться. Если же все-таки вы упали, значит необходимо резким движением, рывком вверх попытаться встать на ноги. А что делать, если пожар начался на рабочем месте? В первую очередь не стоит паниковать. Наберите по телефону 101-112, сообщите о загорании. Если в здании, где вы находитесь, отсутствует система оповещения людей о пожаре, предупредите своих коллег о загорании. И незамедлительно, без паники, покиньте здание. Михаил Федорович, давайте сделаем общие выводы о том, о чем мы с вами сегодня поговорили. Не паникуйте. Незамедлительно сообщите о случившемся по телефону 101-112. Примите меры по эвакуации здания, ориентируясь на эвакуационные знаки. Михаил Федорович, спасибо за конструктивный разговор. Спасибо.